Игорь Анатольевич, с победой. Довольны ли вы игрой своих подопечных и именно результатом? Потом некоторое затишье, но все равно старались каким-то образом строить игру. А вот после незабитого кати Пантюхина третьего гола, который, возможно, бустал, игра сломалась. Мы уже начали подстраиваться под соперника, который стал более активно немножко играть. И здесь, может быть, эмоций не хватило. Все-таки конец сезона. Мы не вступали в борьбу при потере мяча. Чуть больше дали свободы им, нежели в предыдущее время. Игра выровнялась. Радует и то, что худо-бедно начали получаться стандарты. Вторую игру мы забиваем с них. Вы перед матчем как раз говорили, что важной темой будут стандарты. Насколько много времени вы уделили им? И насколько вы довольны тем, как сегодня все это исполнялось? Лучше исполняется, чем прежде. Мы уделяли достаточное время и на предыдущих сборах. Ну вот не шло, не шло, не шло. И в игре с Боснией, получается, мы забили первый гол со стандарта. Надеюсь, что дорогу проложили. Сегодня два матча из трех забили защитники. Значит ли это, что соперникам стоит больше опасаться нашей обороны, чем атаки? Ну нет, забили нападающих тоже. Моменты были у атакующих игроков. Ну а защитники здесь как бы уже аксиома. Да, что люди, которые обладают лучшим антропометрией, могут играть лучше на втором этаже, тоньше чувствуют, может быть, траектории полета мяча, они должны забивать на стандарте. Как вам сборная Мальты и смогла ли она чем-то вас удивить сегодня? Вообще, мальтицы, те игры, которые мы смотрели, и даже в игре издания, немножко активнее вели себя в обороне. И мы рассчитывали, что они будут выше подниматься, выше прессинговать. Но в целом они выбрали такую тактику, что они насыщали свою половину и за счет быстрых фланговых игроков хотели выбегать в атаку. Но то, что, повторюсь, при потере мяча мы тут же вступали в борьбу, мы практически все выиграли, когда они разыграли мяч от ворот, выиграли длинные передачи в первом тайме, когда вот длинные передачи шоу. Ну, в целом удивления нет. Что можете сказать о сборной Боснии, нашим следующим сопернике? Вы знаете, вот мы говорим, что наш соперник за первое место в сборной Дании, а за второе место можно обозначить, наверное, на сборной Боснии и Герцеговины. Команда, где в каждой линии есть игроки такого хорошего европейского уровня, они играют, что капитан команды Николич у них играет, что цепранный защитник Гасанбекович играет, есть другие девочки. Ну, я думаю, это будет волей календаря получилось так, что у нас с каждым туром уровень соперника повышается, повышается, повышается. И это точно не будет простой игрок. До следующего матча всего несколько дней. Как будете устанавливаться, успеете ли в полном объеме это сделать? Успеем. Здесь, получается, у нас через 4 на 5 мы играем. У нас достаточно времени для восстановления. Проведем работу. Главное восстановить и пополнить эмоциональный фон. Спасибо.